В первой части нашего фильма мы стали свидетелями того, как многие знамения, предвещающие скорое появление Махди, совершились в предписанной очередности за очень короткий временной период. Эти события ясно указывают нам, что появление Махди, приход которого предвозвестил человечеству в хадисах пророк Мухаммад, да пребудет над ним милость и благословение Всевышнего, уж очень близко. Но что произойдет в мире, когда благословенный Махди проявится, и что принесет он человечеству? В этой части нашего фильма мы будем искать ответ на этот вопрос. Мы будем анализировать сведения, переданные нам в хадисах нашего пророка Мухаммада, поведавшего нам о том, что будет происходить в мире после прихода Махди, и попытаемся представить себе особенности Золотого века человечества, который наступит, согласно хадисам, после его появления. Золотой век – это время, когда, благодаря Махде, божественная мораль Корана установится на всей Земле и станет самой почитаемой, а люди обретут истинную веру. Эти два события принесут с собой очень важные перемены в жизни, прежде всего в ее материальном уровне. В период Золотого века на Земле установится совершенная справедливость, безопасность и доверие между людьми. Мир позабудет об экономических трудностях, не останется голодных и бедных людей, нуждающемуся в чем-то будет дано даже более того, чем требуется ему. Повсюду будет царить невиданное изобилие, так что материальные блага будут распределяться без меры каждому, кто пожелает взять их. Вот лишь некоторые из хадисов, которые описывают это положение Золотого века. Моя умма в то время обретет такое благополучие, подобного которому еще не было никогда. Земля будет давать плоды, урожай и выплеснет наружу все свои богатства, и ничто не будет утаивать от людей. И богатства в этот день накопится очень много. Люди будут сеять одну меру пшеницы, а получать урожаев 700 мер зерна. Человек будет бросать в землю несколько горстей зерна, а получать 700 горстей урожая. Дождей будет много, но ни одна капля дождя не будет уходить впустую. Еще одна примечательная особенность этого времени – прекращение всех войн, конфликтов и кровопролития на земле. Между народами и странами долгое время враждовавшими друг с другом установится мир и дружба. Люди в период золотого времени будут в полной мере использовать все достижения технологической мысли. Все новые открытия будут внедряться в жизнь для обеспечения самой благоприятной, удобной и радостной жизни людей на земле. Давайте представим себе, как будет развиваться наша жизнь в период золотого века. Благословенный Махди и Золотой век Закончатся годы дороговизны и бедности. Одной из особенностей периода предшествующего началу золотого века будет очень тяжелое экономическое положение большей части населения Земли. Бедность и нищета Это будет время, когда бедные будут становиться беднее день ото дня, а богатые утратят всякий стыд в эгоизме и алчности. Однако это несправедливое и неравное положение людей закончится с наступлением золотого века. Появление благословенного Махди укрепит веру людей и близость каждого человека ко Всевышнему Господу, так что каждый человек будет чувствовать себя ответственным за помощь нуждающемуся. И люди будут искренне стремиться разрешить все существующие несправедливости согласно моральным нормам Корана. Каждому, кто живет в нужде, будет дано многократно более того, в чем нуждается он. Пророк наш Мухаммад сообщил нам в хадисах, что в последнее время люди будут жить в изобилии и благоденствии. Наступит такое время, когда человек будет ходить повсюду с отложенным им золотым подаянием, однако не найдет ни одного бедного, кто бы взял у него из рук это богатство. Истинно, в тот период богатство преумножится и будет течь, как вода, однако никто не соизволит его принять. Колоссальные достижения в сфере технологий. Век, в котором нам предопределено жить, является свидетелем невиданного до сели темпа развития технологий и открытий. Еще 50 лет тому назад никто не мог даже предсказать появление многих технологических средств, которые сегодня уже являются неотъемлемыми составляющими нашей повседневной жизни. Сегодня научный прогресс дает нам важную возможность представить себе, какие изменения должны будут произойти с началом золотого века. Рассмотрим, к примеру, повседневную жизнь людей. Жизнь людей дома, на работе, в школах и иных местах станет еще комфортнее и радостнее, приятнее во всех отношениях. Использование компьютеров невероятным образом ускорит темпы и качество жизни людей на работе и в учебе. Все системы жизнеобеспечения, торговые центры, безопасность людей, теплоснабжение, вентиляция, освещение, словом, вся инфраструктура будет контролироваться компьютерами. Роботы будут заменять людей в наиболее трудоемких процессах производства. Чистота жилья, ремонт всех неисправностей, обеспечение безопасности и гигиена жилья людей также станет контролироваться компьютеризованно, а часть работ будут исполнять роботы. Все эти, на первый взгляд, утопические планы осуществятся в золотом веке. Любая работа, требующая энерго- и временных затрат человеку, будет решаться при помощи технологических достижений. Технологии сделают легкодоступными использование трехмерных систем. Так что, к примеру, путешествия по многим странам мира можно будет совершать в трехмерном пространстве, не выходя из дома, что обеспечит колоссальные возможности для культурологического развития общества и просвещения. В сфере использования трехмерных изображений будет достигнут большой опыт. Люди будут беспрерывно совершенствовать возможности его применения. В сфере образования, компьютеризация и интернет-технологии достигнут столь высокого уровня распространения, что сама система образования выйдет на качественно новый уровень. Вместо системы образования, построенной на чтении и заучивании наизусть, обучение будет основано на преподавании детям навыков практического воплощения и применения знаний на моделях и образовательных системах. Виртуальные пространства сегодня еще очень слабо используются в сфере образования, лишь в очень узкопрофильных специальностях, тогда как в будущем виртуальные возможности будут использоваться повсеместно, обеспечивая широкие возможности и облегчая практическое и теоретическое обучение. Например, приборы-симуляторы, уже сегодня используемые в обучении пилотов и летчиков, дают возможность безопасного моделирования любых случаев аварий, погодных условий и технических неисправностей, что позволяет пилотам обрести опыт поведения в критических ситуациях. Во время Золотого века все эти технологии будут применяться вовсеместно, во всех сферах образования и работы, так что удастся избежать многих ошибок и неисправностей. Прогресс в средствах сообщения Прогресс в средствах сообщения и транспорта достигнет невиданных масштабов, который сведет к минимуму все риски для жизни и трату времени на переезды, обеспечит людям комфорт, надежность и высокую скорость передвижения. Даже сегодня, исходя из тенденции современных технологий, можно предполагать, что транспортное сообщение будущего будет проходить в основном под землей, так что не останется проблемой автомобильных пробок, создастся гораздо более эстетичная и комфортная обстановка на улицах. Вместо топлива, которое сегодня загрязняет атмосферу, придет эпоха принципиально новых видов энергии, не оставляющих отходов и загрязнений, например, энергии ветра или солнца. Благодаря сверхзвуковым самолетам и сверхскоростным поездам и иным средствам сообщения, людям будет обеспечено максимальное удобство перемещения и время, затрачиваемое на самые дальние перелеты, невообразимо сократится. Изменения в сфере средств коммуникации В период Золотого века одна из сфер, которая претерпит колоссальное развитие, будет сфера коммуникации и связи. Благодаря спутниковым системам передачи информации, установленным во многих уголках планет, люди обретут возможность очень быстрого и высококачественного общения и обмена информацией. Вместо средств звукового общения, таких как телефоны, придут средства общения, передающие как звук, так и видеоизображение. Роль компьютеров и интернет-технологий в жизни общества. Уже сегодня компьютеры, обеспечивающие колоссальную помощь на всех этапах нашей повседневной жизни, получили большое распространение во всех областях жизни, от экономики и градоустройства, до медицины, транспортных средств, коммуникации и искусства, обеспечивая людям огромную экономию времени и сил. В период Золотого века эта тенденция усилится еще более, так что все достижения науки и технологий будут идти на службу людям. Одно из величайших открытий 20 века, сеть интернета, ознаменовало начало новой эры в истории развития человечества. Мировая сеть интернета дала людям возможность за считанные секунды общаться друг с другом в самых отдаленных уголках Земли, передавать информацию, разговаривать, обсуждать, торговать, словом, общаться самым широким образом. Теперь для того, чтобы получить какую-либо информацию, прочитать отчет какой-либо всемирной организации или узнать о положении дел в той или иной стране или последних технологических открытиях, человеку уже нет нужды тратить огромное количество времени на поиски этих сведений в библиотеке или чтениях газет. Получить любые желаемые сведения можно самостоятельно всего за несколько секунд при помощи интернета. Сведения на поиск и исследования, которых люди раньше тратили долгие годы, теперь за несколько минут благодаря интернету можно закачать на свой компьютер. Все эти перемены указывают, на приближение человечества к очень важному периоду. Очевидно, что Золотой век станет периодом невероятно высокого уровня развития технологий, откроет перед людьми удивительные возможности и благо цивилизации. Технологическая революция в энергетике Век энергетики, начавшийся вместе с промышленной революцией в 20 веке, обеспечил мощный прогресс для технологического развития мира. Согласно статистическим данным, население земного шара в течение последующих 50 лет удвоится. Так что количество потребляемой им энергии возрастет как минимум в три раза по сравнению с современным положением. Наряду с этим фактом, даже по самым оптимистичным прогнозам, резервов нефти и ее запасов в недрах земли хватит не более, чем на 40 лет. Запасы природного газа истощатся еще за более короткий срок. Иными словами, по всей видимости, человечество уже не сможет жить, используя традиционные источники энергии. По этой причине ученые на данном этапе ведут активнейшие поиски и разработки новых источников энергии, более дешевой и более легкой в получении. Ветровая энергия сегодня, по всем прогнозам, является одной из наиболее перспективных альтернатив, которая может занять место нефтяной энергетики уже в недалеком будущем. Причем следует упомянуть, что использование ветровой энергии станет началом великого прогресса в экономике, ибо энергия станет очень дешевой, и в то же время к минимуму сведутся все затраты на защиту окружающей среды. Еще один источник энергии, который может обеспечить потребности все увеличивающегося числа жителей планеты Земля, это Солнце, находящееся на расстоянии миллионов километров от Земли. Энергия солнечного света, достигающая Земли в течение одного года, примерно в 15 тысяч раз более всей энергии, потребляемой человечеством, на планете за год. Стремительно развивающиеся технологии в ближайшем будущем позволят разместить на орбите мощные солнечные панели, которые будут притягивать и аккумулировать колоссальный объем световой энергии, излучаемой Солнцем, и в определенные периоды передавать ее на Землю. С другой стороны, использование на Земле энергии, передаваемой солнечными панелями, будет как очень дешевым, так и чрезвычайно эффективным. По мере распространения использования этих альтернативных источников энергии, в период Золотого века не будет недостатка в энергии, промышленность и технологии будут сполна использовать энергию Солнца, воды и ветра. Прогресс в генетике В 1853 году английские исследователи Уотсон и Крик в результате долгих исследований сделали открытие, значимость которого, по всей видимости, не могли даже осознать в тот период. Расшифровав структуру молекулы ДНК, признанной генетическим кодом всего живого, они совершили переворот в развитии науки. Это открытие было удостоено Нобелевской премии и стало одним из величайших открытий в истории человечества. Генетическая наука, вдохновленная их открытием, в последующие годы развивалась поразительными темпами. Исследования, проведенные на молекуле ДНК, позволили обнаружить генетическую основу многих тяжелейших болезней. Проект генома человека, развитие которого продолжается и сейчас, задействовал тысячи ученых из 18 стран мира. Проект планирует разгадать все тайные молекулы ДНК. По мере изучения кодов ДНК и доступа всех ученых к результатам исследований структуры этой молекулы, основы всего живого, начнется новый период в области медицины и здравоохранения. Таким образом, в очень ближайшем будущем станет возможным изготовление индивидуальных лекарственных препаратов для каждого конкретного человека, учитывающего все особенности и болезни человека. Будет создан банк данных, в котором будут находиться генетические сведения о каждом человеке, и вместо сотен страниц архивных записей всю информацию о каждом человеке можно будет поместить на одну небольшую генетическую карточку. Таким образом, станет возможным лечить каждого человека, зная все его генетические предрасположенности и слабости, предписывая лечение, подходящее только для него. Не останется таких случаев, когда врачи не смогут вылечить человека из-за того, что не удалось найти нужного лекарства или лечение началось неправильно или слишком поздно. Каждый нуждающийся будет получать необходимую помощь тотча же. Изобилие и плодородие земли Люди будут сеять одну меру пшеницы, а получать урожай в 700 мер зерна. Человек будет бросать в землю несколько горстей зерна, а получать 700 горстей урожая. Дождей будет много, но ни одна капля дождя не будет уходить в пустую. Развитие генетической науки принесет огромную пользу и другой жизненно важной области экономики – сельском хозяйстве. В ближайшем будущем ученые научатся устранять все генетические дефекты, которые становятся причинами различных заболеваний сельскохозяйственных культур. Генетика поможет улучшить качество, устойчивость и урожайность растений. Очевидный прогресс достигнут генетиками в этой области и сейчас. Благодаря генным технологиям в скором времени будут выведены сорта растений, устойчивых к холодам, засухе и другим внешним факторам, столь пагубно сказывающимся на урожайности в наши дни. Или же, к примеру, через пересадку некоторых элементов в генетическую структуру растения можно будет увеличивать содержание уровня белка или витаминов в каждом конкретном растении. Генетические эксперименты, проводимые над растениями и семенами, ставят своей целью уменьшить любого рода негативные влияния окружающей среды. Уже сейчас генетики работают над выведением новых сортов растений, традиционно плодоносящих раз в год, с тем, чтобы получать урожай несколько раз в год. Завершение этих исследований и опытных экспериментов станет началом новой эры в истории человечества, эры изобилия и процветания. Это один из путей достижения изобилия и благополучия, которое должно наступить на Земле во время прихода Марди, о котором мы говорили в начале фильма. Другим источником изобилия и материального богатства, которое установится на Земле, станут сферы, использование которых мы не можем еще себе даже представить. Вот один из хадисов, переданный нам еще 14 веков назад пророкам Мухаммадам, да пребудет над ним милость и благоволение Всевышнего. В то время моя умма и хорошие люди, и плохие обретут столько богатства, какое они и не видели никогда. Аллах пошлет им обильные дожди. Земля не станет скрывать ничего из своих всходов. Богатство станет бескрайним. Озеленение пустынь 43% поверхности суши сегодня составляют пустыни и засушливые земли. Колоссальная перемена, которая произойдет во время называемая в хадисах пророка Мухаммада последним, станет озеленение и начало использования пустынных и неплодородных районов Земли благодаря использованию высоких технологий. И сегодня многие засушливые земли используются для сельского хозяйства. Однако себестоимость производимой продукции очень высока, так как расходы на транспортировку воды и орошение почв очень велики. Однако если высокие технологии будут применяться во всех пустынных районах, то многие страны, находящиеся на пороге голода из-за засухи и неурожаев, прежде всего на африканском континенте, обретут земли для урожайных посевов. Пророк Мухаммад в одном из хадисов также передал нам сокровенные знания о подобном развитии человечества. Земля не оставит недостатка ни в чем из растений и непременно взрастит все их сполна. Так что живущие на земле будут просить о том, чтобы и умершие до них тоже увидели то изобилие, которое будет у них. Для решения проблемы орошения земель в пустынных районах и обеспечения возможности начала сельскохозяйственных работ необходимо решить проблему доставки воды в эти регионы земли. Одна из технологий, которая развивается с этой целью, это компьютеризованная система орошения. По этой технологии вода расходуется чрезвычайно экономично. Дренажи доставляют точно определенное количество воды непосредственно к корням растений, так что ни одна капля воды не расходуется впустую. Активно развивается в последнее время и технология очистки селевых вод и опреснения морской воды для последующего использования их в поливе засушливых земель. Таким образом будут обеспечены очень обширные запасы воды, что окажет колоссальную помощь экономикам стран с засушливыми климатическими условиями. Можно предположить, что хадис пророка Мухаммада все участки будут засеяны вами исполниться таким образом. Прогресс в градоустройстве В 21 веке ученые проводят и развивают исследования по использованию уже имеющихся технологий в более практической сфере. Наука работает над тем, чтобы сделать свои открытия доступными всем людям, благоустраивая жизнь людей и комфорт через их применение. Многие достижения техники и прогресса, которые еще десятилетия тому назад можно было увидеть лишь в сценариях фантастических фильмов, сегодня уже прочно вошли в нашу жизнь. К примеру, управление всей инфраструктурой крупнейших мегаполисов посредством компьютеров. Таким образом, можно будет значительно ускорить любые формы жизнеобеспечения города. Оказание экстренной помощи, планирование потока транспорта или создание самого экономичного и удобного устройства города. Обеспечение безопасности или оказание самых эффективных услуг в сфере здравоохранения. К примеру, даже высотные здания благодаря применению в строительстве высоких технологий будут устойчивы к самым мощным землетрясениям и природным катаклизмам. Если сегодня города, в которых мы живем, могут быть разрушены всего за несколько минут в результате одного лишь землетрясения или наводнения, то во время Золотого века будут использоваться совершенно новые достижения в наукоемких технологиях при строительстве зданий и благоустройстве жизни. Так что инфраструктура городов, дома и здания смогут выстоять даже в самых неблагоприятных условиях и катаклизмах. Безопасность жизни людей будет обеспечена благодаря использованию всех возможностей, которые дадут человечеству развитие науки и технологий. Искусство Золотого века Изобилие, процветание и научный прогресс во всех областях знания, которое, согласно хадисам, установится в период Золотого века, естественным образом будет способствовать процветанию искусства и эстетики. Красота будет окружать людей повсюду, в городах, парках и домах, рабочих местах и школах, театрах. В живописи и музыке начнется эпоха нового Ренессанса. Утонченное чувство эстетики и широкие возможности будут навеивать людям искусство новые формы выражения красоты. Но, пожалуй, самой главной особенностью жизни в период Золотого века станет, согласно хадисам пророка Мухаммада, искреннее следование всеми людьми за божественными повелениями и моральными заповедями Корана во всех сферах жизни. Благодаря этому люди смогут увидеть ту благодатную жизнь, которую Всевышний Аллах обетовал в Коране истинно уверовавшим рабам своим. В одном из аятов Корана Аллах сообщает нам, что искренне верующие люди обретут прекрасную жизнь на земле. Иссякнет все, чем вы владеете, но то, что у Аллаха, будет вечно. Истинно мы даруем терпеливым самую лучшую награду за их деяния. Тем уверовавшим, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, даруем мы благодатную жизнь и воздадим награды еще лучшие, чем их деяния. В Коране особо упоминается, что общества, в которых будут искренне следовать повелениям Всевышнего, жизнь станет словно бы обителью мира, где между людьми будет царить уважение и процветание. Люди, которые будут следовать этой морали, увидят благодатную жизнь как в мирской обители, так и в ином мире после земной смерти, ибо им уготована вечная жизнь в обители рая. Аллах зовет к обители вечного мира и ведет, кого пожелает, к прямому пути. Тем, которые вершили благое, воздаться еще большим благом и красотой. Не покроет их лица пыль, не унижение. Это они обитатели рая, в нем они пребудут вечно. Возвращение на землю пророка Иисуса Исы Пророк Мухаммад да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего сказал «Клянусь Аллахом, в чей власти моя жизнь, близко то время, когда сын Марьям Иса, мир ему, спустится к вам, как справедливый правитель. Он исправит все ереси в вере, объединит людей в единой вере, отменит жизью, богатство так приумножится в его время, что никто не будет к ним стремиться». Пророк Иса в библейской традиции Иисус избраннейший раб Всевышнего Господа, который, как и все пророки Всевышнего, исполнял возложенную на него миссию призыва людей к истинной вере. Однако одна из самых главных особенностей, которая отличает пророка Ису от других посланников, это то обстоятельство, что он вернется на землю во второй раз. Согласно Корану, пророк Иса не был распят на кресте и не был убиен, как утверждает большинство людей. Коран совершенно ясно сообщает нам, что Всевышний Господь вознес его к себе. Ни один из аятов Корана не говорит нам о смерти или убиении пророка Исы. Аллах сообщает нам в Коране. Из-за их слова «Воистину мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха, мы воздали им такое наказание». Тогда, как они не убили его и не распяли, им был показан подобный ему. Воистину, те, которые расходятся во мнениях об этом, находятся в явном сомнении. Нет у них об этом никакого знания, кроме как следования за предположением. Они, конечно же, не убили его. Нет. Аллах возвысил его к себе. Истинно. Аллах велик, мудр. Смысл аятов совершенно очевиден. Римляне, предпринявшие попытку казнить пророка, подстрекаемые иудейскими первосвященниками, не смогли этого сделать, ибо Господь избавил своего посланника от козни их коварного заговора и возвысил посланника к себе. Наряду с этим Коран передает нам такие сведения о жизни пророка Иссы, которые со всей очевидностью показывают нам, что их свершение возможно только лишь после возвращения пророка Иссы на землю во второй раз. Первый из аятов Корана, в котором указывается на скорое возвращение пророка Иссы, это 55-й аят Суры семейства Имрана. О, Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, кто не уверовал, до дня воскресения. Потом только ко мне будет ваше возвращение, и я рассужу меж вами относительно того, о чем вы меж собой разногласили. Выражение аята о тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, кто не уверовал, указывает на положение, которое еще никогда не существовало ранее. В аяте Аллах упоминает о группе людей, которая будет возвышена над безбожниками и искренне предана пророку Исе. Но до сего времени такой группы не существовало. Известно, что при жизни пророка у него было очень мало последователей. На протяжении последующих двух столетий уверовавшие в пророка Ису также оказались под тяжелейшим преследованием римских правителей, ибо не обладали никакой политической силой. Следовательно, будет существовать некая община, следующая вероучению неспосланному через пророка Ису. Именно эта община и будет возвышена над неверными вплоть до судного дня. В 159 аяте Суры Женщины нам сообщается еще одно важное знание «Воистину среди людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в Ису до его смерти. Тогда в судный день он, Иса, выступит свидетелем над ними». Согласно выражению аята, настанет время, когда все люди Писания, то есть иудеи и христиане, непременно уверуют в пророка Ису. Между тем, иудеи, которые входят в определение «люди Писания», за два тысячелетия со времени первого прихода пророка Исы не уверовали и не приняли его и по сей день. То есть, иными словами, настанет время, когда пророк Иса придет на землю во второй раз и свершит то, что сообщается в Коране. То есть, все иудеи и христиане уверуют в пророка Ису и его истинную веру. В Коране содержится еще очень много сведений, которые указывают нам на второе неспослание пророка на землю. Кроме того, знание об этом благословенном событии передал нам во многих хадисах пророк Мухаммад, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего. Период возвращения пророка Исы на землю в хадисах называется последним временем, когда земля преисполнится миром, справедливостью и благоденствием. Это возвращение произойдет в то время, когда на земле появится Махди. Пророк Иса вместе с Махди продолжит вести идейную борьбу против засилия бесчестия на земле, безбожие и отрицание божественных заповедей. Они вместе будут призывать людей к вере, милосердию и богобоязни. Во время Второго пришествия пророка Исы он устранит все ереси, которые распространились в единой божественной вере. Так что многие положения современного христианства полностью изменятся. Люди объединятся с именем Всевышнего Господа в единой истинной вере. В одном из достоверных хадисов посланник Всемилостивого Аллаха пророк Мухаммад сообщает нам «Истинно он снизойдет на землю, призовет людей к исламу, в его время перестанут существовать другие веры, кроме как во Всевышнего Аллаха». Справедливость эры Махди В хадисах сообщается, что перед появлением Махди человечество столкнется с чудовищным падением нравов. Повсеместно распространится несправедливость и жестокость. Но с приходом Махди в мире установится новый порядок, где будет господствовать подлинная справедливость, благополучие и безопасность. Высшая справедливость, которая утвердится в жизни людей в период Махди, так описывается в хадисах пророка Мухаммада. Даже если до начала конца света останется времени всего в один день, Аллах пошлет из моей общины человека, который наполнит мир справедливостью, после того, как переполнится она несправедливостями. Он разделит богатство поровну между людьми. Его справедливость охватит всю землю, мир, полный несправедливостями и злом, после его прихода преобразится и исполнится справедливостью. Во время Махди справедливость будет такова, что вещь, которая силой отнята у владельца, будет возвращена ему до самого последнего грамма. Земля станет безопасной, так что даже несколько женщин без сопровождения мужчин смогут отправиться в хадж. Аллах в Коране многократно повелевает мусульманам быть справедливыми, и с обретением человечеством истинной веры в период Золотого века на земле установится новый порядок, справедливость начнет воплощаться в полной мере. Вот лишь один из аятов, который повелевает людям жить по справедливости. Поистине Аллах повелевает справедливость, благодеяние и дары близким, и Он удерживает от мерзости гнусного и преступления. Он увещевает вас, может быть, вы опомнитесь? Видя тот ужасающий хаос, что творится в мире, или читая очередные данные о положении населения на планете, невольно возникает мысль о том, как отчерствели души людей, как утратили мы всякое чувство социальной справедливости. Задумайтесь над таким фактом. 20 самых богатых людей на земле владеют состояниями, которые равны совокупному доходу 2,5 миллиардов человек, живущих на земле. Этот факт, пожалуй, является самым ярким показателем чудовищной несправедливости, царящей на земле. Люди тратят на развлечение и удовлетворение своих прихотей и капризов такие деньги, которые могли выстать надеждой на спасение от голодной смерти сотен тысяч людей. Но те, кто обладает такими средствами, как правило, не думают о других. Нрава людей, которые не видят боли и страданий окружающего мира и не думают о помощи тем, кто находится в великой нужде, описываются в Коране. Но нет, не жертвуете вы сиротам, не побуждаете друг друга накормить нуждающегося и с беспредельной жадностью пожираете наследство. Вы любите богатство чрезмерно и одержимы страстью накоплять. Подобное положение в мире является следствием социального вырождения. Исчезновение таких нравственных ценностей, как милосердие и помощь оказавшемуся в беде, это плоды эгоизма, алчности и жажды только лишь своей выгоды, охватившей мир в повсеместно. Единственным решением подобной несправедливости может быть только следование божественным заповедям Корана. Люди, следующие морали ислама, как описывается в Коране, справедливы, милосердны и негорделивы. Они всегда помогут нуждающемуся и только через нравственную стойкость и богобоязненность таких людей на земле может установиться справедливая изобильная жизнь и наступит эра благоденствия. Еще одним важным итогом установления справедливости на земле во время прихода Махди станет прекращение всех войн на земле. Люди обретут долгожданный мир в самых конфликтных вопросах. Если сегодня посмотреть на карту мира, то мы вынуждены констатировать, что мир охвачен многолетними войнами, которые унесли за собой жизни сотен тысяч людей. Босния, Македония, Чечня, Палестина и еще очень многие страны мира, где люди живут в муках и тяготах уже многие десятилетия. Одним из следствий распространения на земле морали Корана станет по воле Всевышнего прекращения в период золотого века всех войн и кровопролития. Прекратится эпоха многолетних войн и конфликтов. На земле воцарится мир и покой, а миллиарды долларов, расходуемые сейчас на индустрию войн, будут использоваться для благополучия и процветания людей. Золотой век – это время, когда на земле установится красота жизни, подобная той, что будет в обители рая, и люди смогут познать эту красоту еще в мирской жизни. Это время станет маленькой моделью рая, предвозвестником будущей жизни. Аллах покажет красоту этой жизни своей милостью для уверовавших. Пришествие времени, исполненного изобилием и благоволением Всевышнего Создателя, увидеть которое хотели бы все верующие люди, станет великой наградой для искренних и богобоязненных людей еще в земной жизни. Узнать о близости этого благословенного периода — великая честь и радость для всех верующих людей. Это великолепие жизни настанет на земле благодаря высокой морали, которая начнет распространяться на земле через деяния и проповеди Махди, который призовет людей к соблюдению божественных заповедей Корана. В первом фильме о Махди мы стали свидетелями того, как свершились все знамения, указывающие на его скорое появление, причем за очень короткий временной период и в точной последовательности, как они были предсказаны в хадисах пророка Мухаммада. Очевидно, что наступление Золотого века, о котором благовествовал нам пророк Мухаммад, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего, уже очень близко. Людям же следует лишь стремиться к искренней вере и следованию голосу своей совести, зная, что благословенное время, которое Аллах обетовал праведным рабам своим, уже очень близко, а потому к его наступлению следует готовить свое сердце и душ. Именно те, кто стойко следует по велениям Корана и избавили свои души от ересей безбожия, материализма и неверия, войдут, взявшись за руки в ворота Золотого века. Вспомним аят, в котором Всевышний Господь наш дарует нам радостную весть. Аллах будет приветствовать истинно уверовавших словами «Войдите в рай счастливыми и радостными, вы и ваши супруги. Им будут преподносить золотые блюда и чаши, в которых будет то, что пожелают их души и что усладит их взоры, и вы пребудете там вечно. Это и есть рай, который будет дан вам как наследство за то, что вы вершили на земле. Для вас там плоды в изобилии, которые вы будете вкушать». «Войдите в рай, Войдите в рай. Продолжение следует...